привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и как вы знаете мы находимся на ямайке и сейчас я буду рассказывать вам о том как проходит здесь на ямайке карантин в котором мы вынуждены находиться погнали мы заполняем карантинный крюлист она помогает хорошо и же пусть они же у них вся власть в руках стоит полицейский катер который пришел и сказал чтобы типа убирались из харбора нау типа не майка не принимает нашу лодку а мы их снимаем вдоль берега подрифуем сейчас пытаемся решить эти вопросы с помощью посольства мая у нас в радио а или поле я и но короче этот приехал фасгард спросили сколько нас человек национальности куда вы и что вы и уехали я спрашиваю нам можно войти нет 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 типа ним не можно дичь какая-то общая пара связаться можно радио там можно было бы связаться но не видно не понимают английский я не понимаю почему на ямайке вроде английский английский не но он же по это шел и по-английски поговорил да не я шучу по этому поводу вообще когда вынуть странно а и и и и и Нам сказали, что мы можем зайти в бухту, спустя 3 часа. Нам сейчас сказали, что мы можем зайти внутрь Карбора. Пока там непонятно вообще, что происходит. Он там запрашивает зачем-то наши паспортные данные, но уже что-то происходит во всяком случае. Сейчас все-таки будем обсуждать, кому лететь, куда. То есть хотя бы уже есть шажки. На пол шажка мы все-таки зашли уже вперед. Может уже, я надеюсь, не будет этих камбэков. То есть сработали посольства стран нашей команды. Но у нас немножко проще, потому что нам никуда вылетать не надо. И нам не нужно организовывать все эти процессы. Мы на лодке. Но, тем не менее, нас, конечно, могли отсюда вышвырнуть. Благодаря тому, что ребята из посольства сработали просто вот реально, просто профессионально. И нам потом даже сказали, что с глубоким уважением к посольству ваших стран мы вам разрешаем остаться на карантине. И вот в бухте нету никого, кто стоит на карантине. Всех выперли. И мы единственная лодка, которая разрешили остаться на якоре. Именно вот на карантинной зоне. Хотя и поставили на карантин. Но парень, карантинный офицер, сказал, что он считает наш карантин с момента нашего выхода и нахождение в процессе селлинга. Поэтому вместо 14 дней карантина у нас будет значительно меньше. У нас будет уже, если брать завтрашний день, потому что сегодня уже он подошел к концу, то у нас будет всего 11 дней. 11 дней, 14 дней, когда ты стоишь на лодке закрыты, это большая разница. Что очень удивило. Вообще, ну как-то не было особых надежд на действия каких-либо властей. То есть, в общем-то, всегда привыкли полагаться на свои силы, как самостоятельно разруливать. Но когда сегодня нам с утра просто сказали убирайтесь. Ну, причем достаточно в такой, как бы это помягче сказать, грубой и циничной форме. Right now. Right now, да, immediately. И, значит, применяя, то есть, ну, практически это самое. Практически нам сказали так, или вы немедленно не уберетесь отсюда, значит, или мы применим силу и, значит, вас выгоним силу. Для понимания, мы до этого прошли несколько дней в переходе, и была, ну, такая достаточно жесткая погода. И все понимают здесь, что погода достаточно жесткая. Потому что, когда мы вчера пришли, и пришел карантинный офицер сюда с вопросом, как у вас дела, как у вас самочувствие, капитан сразу сказал, так, ребят, мы едем на, значит, полувавшемся автопилоте, и у нас, естественно, команда в идеальном, значит, в идеальном здоровье, потому что они все рулили постоянно круглые сутки и ехали на руках. Вот. И так вот, несмотря на то, что все это понимали, нас просто сегодня нагло выперли на улицу. Ну, таких как бомжей. Совершенно отмороженным способом, совершенно непонятным, которые противоречат нормам международного права, нормам морского права, локальным нормам права, по которым страна закрывается только завтра. А мы пришли вчера. И они, в соответствии со своими локальными нормами, не имели права нас выдворять. Значит, это все произошло, и мы, в общем-то, ну, больше из соображения, что мы привыкли как-то пробовать, наверное, все возможные меры, которые обратились в посольство американских Соединенных Штатов, в посольство Российской Федерации. И то, как они отработали, это просто фантастика. То есть для понимания. Когда позвонили в американское посольство, то те сразу сказали, да, мы понимаем, что у вас проблема, что это серьезная проблема. Мы сейчас будем заниматься организацией того, чтобы вы могли проехать спокойно в аэропорт, значит, в Ямайке и улететь. Он на это говорит. А у нас еще, вот кроме меня, гражданина Соединенных Штатов, у нас еще есть команда интернациональная, значит, у нас еще есть трое ребят, значит, из России. Те на это сразу же говорят. Несмотря на то, что там, им это вообще не их задача, это не их бизнес, им вообще наплевать. Они на это говорят. Мы позаботимся о том, чтобы все могли уехать в аэропорт. И вот такое отношение было на протяжении всего сегодняшнего дня, когда мы болтались в открытом море на волнах. Значит, в это время масса людей от... То есть все часовые пояса, которые существуют в мире, все 12, они были задействованы в том, чтобы решить нашу проблему. И действительно, они ее смогли решить, и совершенно поменялся тон властей местных. То есть те полицейские, которые сегодня с утра сделали беспредел, они просто потерялись. Я думаю, что мы их больше не увидим. Я думаю, что... Крайне хочется в это верить. В это очень хочется верить, да. Но есть большая надежда, что мы их больше не увидим. А если увидим, то они будут вести себя совершенно по-другому. Не так, как это было сегодня. И очень хорошее отношение у Костгард. Отличные отношения. Тут австрийская пара отдыхает. Они не на карантине. Они, видимо, давно пришли. Сразу же к нам подъехали. Вы, естественно, их предупредили, что мы стоим на карантине. Они подъехали, спросили, как у нас дела. Что они видели, что нас выпирают. Очень сожалеют об этом. Переживали, что мы идем в волны. И рады, что как бы это все вот завершилось. И сразу же спросили, как у вас дела там с водой, с продуктами. Надо ли вам что-то привезти и так далее. То же самое Костгард. Костгард два раза. То есть и по радио, и по WhatsApp. Значит, два раза уже спросили, все ли у вас нормально. Надо ли вам что-то привезти. Ну, да, прям крутое отношение. Вот, как сказать. В силу профессиональной деятельности, такой немножко пессимист по отношению к властям. Ну, я прямо очень приятно удивлен. И, ну, так, тронут. По-человечески тронут. Было еще одно сегодня мероприятие, от которого я-то вообще, я просто, ну, сказать, что я удивился, это вообще ничего не сказать. То есть в моем понимании, в моей картине мира, это находится по ту сторону оси абсцинса. Это в этот момент, я не знаю, Костгард стал равен двум, а может быть даже трём. А военное время? В военное время, да. Четырём. Что сегодня произошло? Значит, консул России, когда понял, что у нас есть проблемы с высадкой на сушу, что из-за действий этих полицаев долгое время мы не можем выйти, он поехал в аэропорт договариваться о том, чтобы задержали рейс, чтобы мы успели на этот рейс. Только представьте, рейс не имеет никакого отношения ни к российским, значит, авиалиниям, там ни к кому. Это локальный рейс между Ямайкой и, по-моему, Кубой. Кубой. И он просто бросил все свои дела. Сегодня суббота, то есть это выходной, он вообще не обязан этим заниматься. Он бросил все свои дела, он поехал в аэропорт, он предпринял все возможные меры для того, чтобы задержать этот рейс. И вот такое отношение было сегодня просто во все. Ну вот, круто. Ночью зашел военный корабль, вон они стоят, светятся. Такие, зашли, посмотрели, на носовой подрульке развернулись и причалили к этому туристическому пирсику. Сейчас у них будет какая-то церемония, наверное, поднятия флага. Это у них гимн такой? Да. Веселенький. Гимны все так похожи. Почему ничего не происходит? А? Ямайку заходят лодки, в принципе, непонятно, они могут переходить из другого харбора, а могут просто приходить в страну. И вот вы смотрите, вот лодки стоят, их остановил Костгард и рассказывают, могут ли они зайти или не могут. Выгоняют, не разрешают зайти. Ну вот стоит вопрос, и вот куда этим людям идти сейчас? У них там спор, еще полицейские приехали. У них такое впечатление, как будто у них какая-то заруба здесь идет между полицейскими и Костгардом. Это Костгард включил тоже. Да. Они только что пришли сюда с Кубы. Они не знают, что здесь оптимистично всех выперли с этого места, еще вчера всех достаточно жестко. Но ребята сюда зашли, прямо ужасно это смотреть, когда мы знаем, чем это все закончится. Они сказали все свои данные local authorities. И, собственно, я думаю, сейчас им режет, вот здесь заход. Соседи на катамаране пришли, стоят. Вот если посмотреть на мачту и на бум, то там вот малолетний киндер лазит. Вот видите? Никто за ним не смотрит. Никуда он не боится вывалиться оттуда. За сегодняшний день у нас произошло, как обычно, ничего. Так вот, что у нас здесь? Человек сворачивает пустые банки пива. Ты, главное, Вова, ПВА не выпей? Или это? Тоа. Тоа. Джангл формула, между прочим. Да. Джунгли. Джунгли. Вы так сидите, как будто у нас еда единственное мероприятие за сегодняшний день. Что это? Ух ты. Это невероятное что-то. Это чикен карри. Вечер индийской кухни у нас. О, класс. Надо было наклеить себе вот эти вот... Точечки? Точечки. Стикеры. А это, кстати, классная игра. Играли в нее? Так. Стикеры? Да, когда не клеиваешь стикеры. День карантина. Мы все-таки решили наконец-то постирать шмот. Сегодня мы занимались тем, что чинили слив стиральной машинки. Таким мы его сделали. И сейчас у нас чистота и порядок, потому что вонять уже надоело. А вот тут стоят лодочки, которые не на карантине. Вот эта лодка пришла, но непонятно, потому что к ней никто не приезжает. Они стоят. Я так понимаю, что у них все нормально, все договорено. Это не ясно. А теперь давайте я вам покажу, мы выживаем как можем. Чем люди занимаются на карантине в самом начале этого карантина. Хоба. 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 Давайте. Закантин. Ростик, я хочу тебе сказать несколько слов. Ты помнишь вот эту вот прекрасную жижу с названием Андерберг? Так вот, внимание. Когда у нас начался карантин, мы начали пить ром. Когда у нас закончился ром, мы перешли на диджестив. Спасибо тебе, друг, за этот вкусный вечер. У нас продукты привезли, а машина приехала. Вот тебе продукты привезли. Вот так выглядит человек, который пытается уехать, имея ложные надежды. Уедем. Прошу обратить внимание, что он даже зажигалку из рук не выпускают потому что так много курит и вот это вот положите 5 не успеваешь просто ему сказали что возможно он сегодня уедет и вот опять это вот паника он ждет и провал заказал такси нашел билеты но мы-то знаем не дай бог знает что есть такой нерв что нам позвонили и сказали что такие наш товарищ который летит соединенные штаты америки может покинуть лодку мы его сейчас должны будем транспортировать на берег и он просит я думаю на связи конечно целый год мушу калий дурини оао паспорт взял деньги взял паспорт взял деньги возьму наверное а договоренность есть про то чтобы это самое по дороге по дороге скажу что у меня нет кэши и давай останавливайся ну правильно вы тем более поедете через монтега б это нормальный город там карточки принимают сейчас рабочий день поэтому нормально и это хорошо потому что а скажем а что да он сказал что все берем и и и тебе нельзя на берег ты знаешь не забудьте фракет карбаш выбросить но человека получилось вырваться из этого плена не забудьте фракет карбаш Ну вот, друзья, мы уже спокойно находимся в бухте Порт-Антонио или вот рядышком с нами Эрол Флинн Марина. У нас уже есть разрешение на то, что мы можем находиться в территориальных водах Ямайки. Пока на карантине, без возможности выхода на берег. Но давайте, наверное, подведем какие-то итоги и я вам расскажу свои мысли о том, что происходит в случае, когда человек оказывается в ситуации, когда в этой ситуации государство должно взять какую-то заботу о своих гражданах. Давайте возьмем пример того, как это все происходило у нас. Вначале я думал, что ему будет проще всего, потому что его посольство, находящееся здесь на Ямайке, посольство Соединенных Штатов, отреагировало на звонок моментально, они впряглись, они начали звонить по всем инстанциям и договариваться о том, чтобы наши лодки дали возможность захода. Более того, скажу, что не просто возможность захода, а возможность вылета, выезда, потому что в тот день еще были рейсы, и ребята из посольства Соединенных Штатов занимались тем, чтобы граждане РФ могли также беспрепятственно выехать с Ямайки, ну а то, чтобы нам, гражданам Украины, дали возможность находиться здесь на лодке. Лучше всего в данном случае сработало консульство РФ, я хочу от себя поблагодарить Алексея Алексеевича за заботу, которую он проявил о всех нас, и ребята, которые должны были улетать из-за проволочек местных властей, случилось так, что уже были отменены рейсы, и тот рейс, на котором они могли бы улететь, он уже улетел. Поэтому были сделаны нечеловеческие усилия, которые позволили нам всем вместе находиться в территориальных водах Ямайки. То есть посольство Соединенных Штатов заботилось о гражданах Америки, о гражданах Российской Федерации, о гражданах Украины. Консульство РФ также пыталось сделать все возможное для того, чтобы Дима улетел, и более того, консул поехал в аэропорт, чтобы попросить задержать на какое-то время рейс. Для меня это вообще что-то экстраординарное. И также он занимается на данный момент тем, что решает наши проблемы нахождения здесь с точки зрения морского права, с точки зрения яхтинга, и я общаюсь с ним непосредственно. И что касается нашего украинского МИДа, я, честно говоря, вообще не понял, как это возможно. То есть Ямайкой занимается отдел, который находится в Соединенных Штатах Америки. Когда нас отсюда попросили уйти, первым делом, что я сделал, я нашел телефоны в Соединенных Штатах, я перезвонил, естественно, по телефону emergency, никто мне не ответил. Я написал письмо на e-mail, тот, который был указан на сайте, сказал, что нас выгоняют с Ямайки, возможности зайти в другой порт у нас никакой нет, и нам нужна срочная помощь. И как вы думаете, что произошло? До сих пор нет ни ответа, никакой информации, просто умыли руки и забили. И у меня вопрос, будучи гражданом, гражданином Украины, что делает украинский МИД? Какая забота о своих гражданах в данном случае была проявлена? Пускай этот будет вопрос в воздух, кому надо, сделает выводы. И хочу сказать, наверное, от себя, что, возможно, нам в данном случае повезло, и нашими вопросами занялись люди просто, исходя из своих человеческих качеств, а не из-за необходимости нам помочь. Потому что помощь гражданам другой страны, как вы понимаете, обычно в работу министерств, министерств иностранных дел не входит. Но, тем не менее, свои министерства должны что-то делать для своих граждан. И то, что они делают, к сожалению, вот наша ситуация, вы знаете. То есть не будем о грустном. Я думаю, что я сделал для себя тоже определенные выводы. И на этой не самой позитивной ноте, я думаю, мы закончим данный выпуск. А в следующем выпуске я вам буду уже рассказывать о том, как мы проходим карантин. Поэтому, друзья, до новой встречи. Ставьте лайк, подписка и будьте здоровы. А мы, в свою очередь, здесь находимся, также в условной безопасности. До встречи через несколько дней. До встречи через несколько дней. Пока.